Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, урок номер 134. В этом уроке мы продолжаем разбирать компонент Drop Editor, редактор для Joomla. В предыдущих уроках мы с вами разобрали DropPix Images, загрузка изображения, и DropPix File для загрузки всевозможных файлов для скачивания впоследствии с вашего сайта. Следующее на очереди я хочу вам показать списки, как можно красиво и функционально использовать данный инструмент в данном компоненте DropEditors. То есть эти иконки мы пропускаем, понятно, да, здесь это разворот, иконка возврата, ну в общем это стандартные иконки, похожие как в стандартном редакторе TinyMass Joomla. Соответственно выравнивание мы не трогаем, а вот в списке здесь у нас расширенный функционал, поэтому его и рассмотрим. Кликаем по нему, по данной иконочке. Первое, что мы делаем, выбор иконки. Здесь есть в списке очень интересные варианты. Например, классический вариант, чекбокс в коробке, да. Выбираем его. Справа мы можем видеть сразу отображение, как это выглядит, то есть здесь будет какой-то ваш контент, и напротив будет отмечена галочкой. Вместо стандартной там точки или 1, 2, 3. И смотрите, что можно сделать. Размер иконок. Здесь есть кнопочка плюс, минус, или можно прямо здесь, выделив 13. Это у нас 13 пикселей, скорее всего размер. Поставить 15, и сразу здесь идет увеличение. Или кликаем просто по плюсику, увеличиваем вот эти вот чекбоксы. А дальше цвет иконок ниже можем задать здесь. Я возьму, например, какой-нибудь зеленый. Здесь сразу цвет меняется. Размер шрифта также, если мы выставим 30, то есть это будет уже смотреться нормально, чтобы чекбоксы не были слишком большие. Высота строки здесь просто надо смотреть. Видите, это идет у нас отступ между ними и отступ еще сверху от первой иконки идет. Марджин это отступ. Мы видим отступы слева и отступ от иконки до текста. Паддинг это внутренний отступ. Также можем задать здесь. В принципе, как бы все. То есть здесь мы выбираем иконку соответствующую. И что здесь есть интересного? Если мы часто будем использовать данный список в других статьях, мы можем сохранить как шаблон, как фреймворк. Вот именно данные настройки. Все вот эти отступы, цвет и так далее. Чтобы это сохранить, мы вот здесь кликаем на синюю кнопку с галочкой. Тут вот не видно, там белым текстом написано сохранить. То есть если мы нажмем вставить, это вставится сразу же в статью. А если мы сохраним, то ниже вот здесь вот будет наша заготовка, так сказать. Давайте сохранимся. Вот она у нас появляется здесь. То есть здесь у меня первый вариант. Это первый мой шаблон, который я до этого сохранил. А это мой второй. И если нажмем вставить, у нас это применится в статье. Сейчас мы это посмотрим. Теперь про сохраненные элементы я хотел сказать несколько слов. Здесь мы можем, если кликнуть по плюсику, то мы вставим в статью именно из сохраненных вариантов. Карандашик, если я кликну, это будет редактирование именно данного сохраненного шаблона. И корзина удалить. Давай сначала вставим, посмотрим как это работает. То есть у нас стоялась одна галочка. Мы пишем, соответственно, наш текст, который будет участвовать непосредственно в перечислении в списке. Далее мы нажимаем Enter. У нас автоматически проставляется галочка. У нас там пишется что-то еще. И так, может быть, сколько вам угодно. Конечно же, здесь чекбокс выровнен по нижней краю с текстом. Текст надо сделать посередине, я считаю, посередине самого чекбокса. Но здесь просто нужно посидеть, именно повыравнивать всевозможные варианты, может быть, убавить текст и добиться нужного результата. То есть у нас, в принципе, все работает здесь. Давайте нажимаем Сохранить. Обновимся. И вы видите, в статье на сайте у нас все хорошо выводится. Далее все удаляем. Кликаем опять по списку. И попробуем вставить его с сохраненных вариантов. То есть я кликаю по плюсику, вы видите, так же все работает. Далее. Вот предыдущий фреймворк удаляем. Подтвердить. Вы видели, удалился. Таким образом удаляют шаблоны. Значит, карандашик, если мы кликнем, то этот список появляется у нас вот здесь в режиме редактирования. И мы можем его изменить, чтобы впоследствии сохранить во фреймворке опять. И у нас показано здесь написано все изменения сохранены. То есть работает достаточно просто непосредственно с этим инструментом. Не буду растягивать длинные уроки, чтобы материал лучше усваивался. То есть каждый какой-то интересный инструмент я буду освещать в новом уроке. Поэтому здесь я ставлю паузу. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok